Всем хай народ, вы на канале SkyTopGames и это очередной выпуск новостей The Isle of Rima. Итак, сегодня в выпуске мой пукан погорит немного с того, что происходит с разрабами, а точнее главой, и также сочные кусочки того, что уже я узнал о будущем игры, если что не с балды узнал. Начнем с того, что уже готов трейлер выхода нового обновления, связанного с Diablo's Rotops'ом и мутациями, а это значит обновление с хорд тестов должно перекатиться совсем скоро. Перейдем к спаррингу Diablo's Rotops'а. Спарринг это еще, друзья, незавершенная, неконечная механика. Механика со временем будет меняться и будет приобретать новые фишки, анимации и так далее и тому подобное. Со времен выхода и в Рима мы помним, что каждый новый динозавр, каждое обновление, приобретал новые усовершенствованные функции, атаки и прочие, которые делали интереснее геймплей. Так что пиши комментарии, что именно может поменяться. Меня спрашивали на стримах, смогут ли омнирапторы накинуться толпой на будущего Рекса и загрызть его. Так вот, загрызть вы его сможете, возможно, но та система прижимания к земле, что сейчас добавили на хорд тестах, явно не свалит громадного Рекса или Гигу. Система будет всегда работать от веса животного и его роста. Скорее всего, только до саб-стадии Рекса сможете прижать к земле. Следующий динозавр в игре. Ну, как сказали, майзавр, но не точно. После хорд тестов разработчики приступают к глубокой работе над ним. И возможно, что майка выйдет раньше Рекса, либо вместе с ним. Для тех, кто постоянно жалуется на высокий пинк, и что делается в игре, ребята, серверный находится от вашего местоположения далеко. Ищите и заходите на ближайшие европейские. Я уже много раз говорил. Ну, а если я досмотрел до конца, теперь поговорим о нашем любимом Донде. И это, скорее всего, будет приятно послушать людям, как бы их назвать, чтобы не обидеть обсосами Донде. Конкретно этого члена разработчиков... Члена разработчиков. Я, если что, уважаю оставшуюся часть команды и уважаю игроков. А то вдруг что-то не так кто-то подумает. Надеюсь, Дон в очередной раз посмотрит этот ролик, как и предыдущий, после которого с меня сняли роль вов-дискорде контент-мейкера. Я, кстати, нисколько не расстроен, просто кто-то очень не любит, когда про него говорят правду. А начнем с секретного динозавра, но не динозавра, о котором он зарекнулся в начале вроде июня, и что мы даже увидим его на хорт-тестах. К сожалению, я не нашел пруфа, а может Донде успешно потер, кто знает, но дискутировать и обсуждать стали не только игроки СНГ, но и англо-комьюнити. После этого понеслось куча теорий. Кто-то кричал, это Рекс, кто-то кричал, это Майка. Я думал лично, что это Пситака, потому что он появился в нутриентах хищников на тестах. Но потом вспомнил, упомянулось давно, что это вообще не динозавр, и стали опять кричать, это вообще мегалания. Спустя небольшой промежуток времени Донде отвечает, что он такого не говорил и не обещал. Но лично мое мнение, грош цена его ответу. Далее пройдемся по ситуации с читерами в игре, и ситуация, которая у меня до сих пор не укладывается в голове. Читеров, что коим образом их стало очень много в игре, и разработчики положили огромный болт на это. Китайцы, да и не только они, всем кому не лень. На этих хор-тестах их замечено просто, просто огромное количество. Я никогда такого не встречал. Надеюсь, многие из вас знают замечательного стримера и моего друга Тактика Геймс. У него был стрим, и на стриме его команду выкосила Stega Cheater. У него, естественно, подгорело. Он нашел даже дискорд, где продаются читы на Евриму. По соображениям я не скажу и не напишу, что это за сервер. Даже замулюю название. В общем, он начал там свой разнос. Далее он пишет все это в WoW в Дискорде, указывает свой стрим, и даже дает ссылку на то, где эти говнюки покупают читы и идут убивать напрочь просто все комьюнити и слы. Что вы думаете произошло дальше? Тактик получает бан. Просто не получив разъяснений. Что это было? Конечно, мне известно несколько фактов, где в некоторых играх разрабы толкали на продажу свои читы ради дополнительного заработка, но я думаю, что Донген настолько и так жаден до денег, но не пойдет на это. Нет. Скорее всего, они просто решили заткнуть рот очередному игроку, который жалуется на читерство. Потому что в дискуссии был забанен еще один игрок, который указывал даже ID уродов, которые пользовали читаки, то есть по факту они не хотят с этим разбираться. Его не заботят отзывы игроков, поддерживающие их комьюнити. Дон всегда делает видимость, что все хорошо. Панч Пакет мне лишь написал, что с выходом обнова будет усовершенствован античит. Честно, он у вас через задницу работал все время. Далее я попытался достучаться до Амарока. Разобраться с ситуацией тактика геймс. Помочь что ли? За что? Он просто меня удалил из друзей и добавил в ЧАЭС. Как вам такое? А то, что мои ребята по факту писали об ошибках в игре, в Овдисе, в спецрубриках, да и не только мои, а поводу, чтобы наконец-то завершили работу над старыми ошибками, а потом приступали к новым. Они просто все стерли и, знаете, написали, что якобы пишите в рубрику, в которую мы только что писали. И уточняете точнее. Реально клоунада. Просто клоунада. И, кстати, это не первый случай бана не только игроков и стримеров СНГ комьюнити, но и англоязычных, которым просто не угодил по отношению к Донде. Я не буду называть названия каналов, сами можете поискать на ютубе, просто за абсолютно правые высказывания. Донде обычно, знаете, как высказывается, либо троллит мемами, непонятными фразочками, либо сразу банит. Создается впечатление, что общаешься с дурачком с ближайшего дурдома. Также он забанил много людей, которые первыми стали высказывать свой негатив с новыми камерами в игре в будущем. Надеюсь, помните о них, об этих камерах. А потом, такие ладно, мы поменяем, пересмотрим. Повторюсь, в теории читы могут продавать, но нет резона абсолютно здесь. Помнятся у меня те времена, когда Дон уходил из команды якобы заняться своими делами и передавал все панчу. Якобы говорили, он не рулит. Нет, он как там был, так и оставался. Занимался разработкой в Рима. Хотите еще, открою правду, часть команды его недолюбливает. Им приходится мучиться с ним, в прямом смысле слова. Это как с херовым начальником, но с хорошей зарплатой. Тут ситуация такая же. Он просто переваливает все на плечи своих сотрудников. А им, скорее всего, по факту некуда деваться. Конечно, были и те, кто высказывался, но там было настолько все так плохо. Много чего могу сказать, и это будет в следующем ролике, если ситуация вокруг подобного дерьма будет нагнетаться. Если надо будет, сниму ролик отдельно. В общем, к чему я клоню все это? Мы все в полном праве высказаться о своем любимом продукте. Ведь, извините, лично я потратил кучу времени на то, чтобы проект Донди развивался. Я был тестером. Я люблю Ислу, я обожаю и в Рима. Там нихреновый приток денег идет с продаж, на которых они подняли на нас. Контентмейкеры и игроки продвигают продукт. Но когда создается такое блядское отношение, это уже не лезет ни в какие рамки. Донди лишь кормит обещаниями и по факту сам тормозит свой проект и тех, кто помогает продвижению. Очень алчный и лицемерный человек. Я не программист, и может там что-то сложно сделать, но тут совсем, совсем, друзья, иное. Палец вверх, подписка на канал и жми колокольчик. Палец вверх, подписка на канал и жми колокольчик.